Беларусь Дорогие друзья, сегодня эстафету полюбившегося всем праздника Дожинки принимает Минская область. Я рад нашей встрече на этой древней гостеприимной земле. По многолетней традиции, заложенной на заре независимой Беларуси, мы собрались вместе, чтобы прежде всего покланяться сельчанам за труд и вручить заслуженные награды нашим героям. Минщина – регион необычный. Это географический центр страны. Ее земли находятся во всех природных физико-географических зонах республики, включая Полесье и Поозерье. То есть область – это практически Беларусь в миниатюре. И с точки зрения земледелия вы на практике знаете потенциал плодородия, плюсы и минусы всех наших почв и полей. И умело свои знания используете. Я только что сказал нашему губернатору, что в Минске, как я увидел, с воздуха не к чему придраться. Умеют делать все. Но не везде это делают. Уже хорошо, что умеете делать. Значит, спрос будет серьезным для того, чтобы было так везде, как по маршруту моего перелета. Здесь, на Минске, расположены озеро Нарыч, Национальный парк Нарычанский, Березинский биосферный заповедник, высочайшая точка республики – гора Держинская и 20% мировых запасов калийных удобрений в Солигорске. Это только небольшая часть ваших природных ресурсов. Минская область сегодня один из лидеров промышленности и сельском хозяйстве. А ведь когда-то мы стояли в прямом смысле на Ростынях, выбирая свой путь. Мы определялись, куда и как идти. Развивать промышленность, становиться аграрной страной или вообще распродать иностранцам советское наследие и сосредоточиться, как тогда говорили, на каких-то услугах. Ну, как я говорил, быть халуями. Результаты нашего выбора сегодня видят все. Мы сами и наши друзья и наши недруги. В Беларуси высокопродуктивный АПК, развита горнодобывающая промышленность, машиностроение мирового уровня, модернизированная нефтепереработка и многое-многое другое. Ничего не разбазарено, не потеряно. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды современной Беларуси. Как нам это удалось? Благодаря людям, живущим на богословенной белорусской земле, их мудрости, терпению и, самое главное, процовитости. Родная земля всегда давала силы, хлеб и уверенность в будущем. Успехи страны – это всегда коллективный труд. Так было, так есть и так будет. И наш весомый республиканский каравай 2024 – общая заслуга всех регионов нашей Беларуси. Хотя самый солидный кусок более 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур кукурузы Рапса в этом году внесла именно Минщина. Вы вырастили четверть от нынешнего каравая. А если сравнивать с теми годами, серединой 90-х, которые мы помним, это половина того, что собирала тогда Беларусь. Средняя урожайность зерновых у вас в этом году достигла почти 44 центнеров с гектара. Это больше, чем в соседних европейских государствах. А лучшее хозяйство региона – Гастеловске, Снов, Грицкевичи, Пятигорье – намолотили порядка 100 центнеров и выше. Это уже уровень мировых лидеров. Ну, как я говорил, вы умеете делать все. Завершается уборка картофеля, кукурузы, заготовка кормов. Раз, посеянный озимой культурой, как никогда ранее. Срок. Отлично показал себя озимый рафс. 45 центнеров с гектара. Увеличение его посевных площадей в полтора раза – правильное направление. Молодцы, что занялись кукурузой. Высеваете больше всех в стране. И отдачу в этом году получили. Хорошая работа с кормами сразу дает продуктивность животноводству. Вы обещаете, что к концу года будет надоено 7 тысяч килограммов молока от каждой коровы. Достойнейший результат. Но давайте будем откровенны. Это, как часто говорят, средняя температура, известно где. Вы способны на большее. За спинами лидеров Минской переработки, агрокомбинат Держинский, Смолевич и Бройлер, Велес, МИД и другие. Еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя, мягко говоря, повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год не менее 3 миллионов тонн. А в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на 3,5 миллиона тонн по зерновым, зернобобовым и кукурузе разу. Это реальная для вас цифра. Агротехника и рацион и кормов в области, где есть Беларусь-Калий, белорусская национальная биотехнологическая компания должны быть просто образцовыми. В советское время Минская область дважды была удостоена ордена Ленина именно за аграрные показатели. А 250 ее уроженцев стали героями социалистического труда. Каждый третий за выдающиеся успехи именно в сельском хозяйстве. В нашей новейшей истории наменьшили два героя Беларуси. Надеюсь, что золотая звезда еще не раз засияет на груди уроженцев нашего центрального региона. Наши точки роста в грамотном управлении, внедрении инноваций, железной технологической и производственной дисциплине. Наглядный пример того, как можно подойти к делу с умом в сады Спартан Агро в Молодежно, о которых мы недавно говорили. Фермы не соперник, а партнер для государства. Хорошие инициативы надо стимулировать и давать им зеленый свет. Мы должны поддерживать эффективного государственного частника. Но независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество превыше всего. Именно в этом была цель объявления этого года годом качества. Но мы как-то расслабились и еще не все сделали. В 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание. В этом залог как нашего экономического роста, так и повышения престижа на мировых рынках. А это деньги. Давайте выкладываться по максимуму. Каждый на своем месте. Тогда и результаты будут высокими. Тогда у нас всегда будет возможность повышать зарплаты и пенсии, строить жилье, дороги, социальные объекты. Посмотрите, ведь уже немало сделано в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта. Миншина, например, стала первой областью, где в каждом практически районе есть свой бассейн. Когда-то мы ввели систему минимальных социальных стандартов. Сегодня пришло время поднять их на более высокий, новый уровень. Создать в райцентрах, агрогородках, деревнях и поселках такие комфортные условия, чтобы люди стремились жить, работать, расти детишек именно там. Чтобы туда ехали из Минска и больших городов, а не наоборот. В понедельник мы как раз будем вести разговор на эту тему и более подробно об этом поговорим. Нельзя стягивать людей в 2-3 города в стране, а то и в Минск. Горький опыт наших соседей говорит о том, что это катастрофа для тех, кто живет, допустим, в Минске или в Москве. Чтобы дети... Надо сделать так, чтобы наши дети бегали босиком по траве, дышали свежим воздухом, питались своими продуктами. И самое главное, чтобы они в результате этого не отрывались от родной земли, не искали свое счастье где-то далеко, может быть, даже за океаном. И самое главное, чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле. Если мы заложим в них с детства вот это живое, настоящее, такие правильные ценности, можно быть спокойными и за судьбу страны. Дорогие друзья, я от всего сердца благодарю всех, кто трудится на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих агропромышленных предприятиях. Сегодня со сцены до жинок я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие в более чем 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем, начиная от Африки и заканчивая Азией. Я желаю всем сельчанам, гостям фестиваля, ярмарки здоровья, счастья, отличного настроения. Пусть торжество вдохновляет вас на новое свершение. Ну и за рамками своего официоза хочу все-таки ответить на один волнующий вопрос. Может быть даже кого-то из наших людей, но больше всего об этом говорят наши беглые. Лукашенко поехал на дожинки, начал предвыборную кампанию. Запомните, больше всего, чего бы я не хотел, чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании. Но если я не считаю, что предвыборная кампания, имею на это право. Я об этом не говорю. Я об этом не говорю, как предвыборная кампания, но как президент страны. Не чужой вам человек, я решил проехать в этом году по всем мероприятиям, связанным не только с дожинками. Меня волнует другое. По-человечески вам скажу. В жизни всякое бывает. Может мне, как президенту, и не придется, не будет возможности приехать к вам. К вам, сельчанам, с которыми я всегда был на одной волне, как в народе говорят. К вам, людям, которые никогда не предавали меня. Которые сделали неимоверное для страны. Вспомните. На заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, талонов. А на эти талоны не все купишь. Сегодня мы создали, вы выполнили мое главное требование. Обеспечили продовольственную безопасность нашей страны. Разве мы тогда, несколько десятилетий назад, могли подумать, что мы можем поставлять продовольствие в 100 стран мира. Слушайте, кормить весь мир. Мы это сделали. Вы это сделали. Так обязан я вас поблагодарить за это. Обязан. Вот та цель, которую я преследую, посещая каждый регион, для того, чтобы увидеть вас. И от всей души, если вы меня почувствуете, поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили. Вы должны знать, что в будущем мы будем делать все для того, чтобы крестьянам было лучше. Я знаю и про дороги. Я знаю про жилье и прочее. Целые программы сегодня уже опробированы на практике для того, чтобы решить эти вопросы для наших крестьян. Для наших ветеранов, пенсионеров. Мы сделаем так, выработаем такие системы, чтобы не был никто обделенным. Чтобы старики себя не чувствовали чужими в том государстве, которое они создали собственными руками. Вот и вся конспирология. Я приехал к вам, в другим, в регионы, чтобы низко покланяться вам за тот труд, за тот подвиг, за патриотизм и преданность, которые вы выдали на гора за эти десятилетия. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Еще раз огромное спасибо вам за поддержку! Добро пожаловать на наш канал! 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 Тоже сейчас уборка, как я им говорю. Вы должны порадовать наших людей, вы должны продемонстрировать все то, что вы умеете. Они это делают достойно. Поэтому сегодняшний этот марафон продолжается в Гомеле. Он из Молодежна перешел в Гомель. Поэтому я попросил творческих работников, которые готовили, госслужащих, это великое действо, провести по стране. Таких мероприятий будет много. Знаю, спортсмены готовят подобное мероприятие. Мы его покажем, насколько это возможно всей стране. И не только в предэлекторальный период, но и после этого, чтобы у вас было хорошее настроение, потому что жизнь наша такая от посевной до уборки. Не успеем оглянуться, пройдет зима, и нам снова надо выезжать в поле, хотя мы оттуда и не выходим, даже зимой. У нас есть все. Даже чего нет, как я всегда говорю, мы это купим. Главное – здоровье. Здоровье вам, вашим деткам, вашим родным, вашим близким. Спасибо вам еще раз.